В Чувашии участились случаи мелких крашек с торговых точек. Подробнее в сюжете моих коллег из пресс-службы МВД. В течение месяца работники одного из чебоксарских супермаркетов не досчитывались сыра. Примечательно, что пропадал продукт одной и той же марки, а похитители сообщили в полицию. Стражи порядка взяли магазин под пристальный контроль и быстро поняли в чем дело. Любительницей сыра оказалась жительница Чебоксара. Она успела посетить магазин четыре раза и каждый раз умудрялась проносить продукты мимо кассы. Уже состоялся суд, который оштрафовал женщину и обязал возместить нанесенный ущерб. Сотрудники полиции за что задержали? Я забыла выложить из сумки товар и пробить. Это первый ваш такой случай? Ну получается, что, который я тогда сыр сказал, я вот вытаскивала его, я вот это вот никак не пойму. На хищениях продуктов злоумышленники не останавливаются. Отвлекая внимание продавцов, некоторые умудряются даже вытащить деньги из кассы. Как, например, этот 30-летний житель Ульяновска. Подобным способом мужчина обчистил кассу в двух продуктовых ларьках Канажского и Батревского районов. Внимательность продавцов, сообщивших приметы злоумышленника и оперативность чувашских и ульяновских полицейских помогла задержать похитителя спустя короткое время после совершения кражи. В МВД по Чувашии ситуацию с мелкими хищниками, таких здесь называют, держат на постоянном контроле. С начала года полицейские расследовали более 2000 сообщений о различных магазинных кражах. В настоящее время раскрыто около 1800 фактов. Все нарушители привлечены к административной ответственности. Вхищается геноводочная продукция, это 842 единицы, это 31,17%. Кофе, это 398 случаев, 474. Прочие продовольственные товары, 6,18%. Шоколад, 6%. Колбасные изделия копчености, это 5,66%. В большинстве случаев магазинные воры идут на преступление осознанно, понимая, что за мелкую кражу им грозит лишь административная ответственность. Но если сумма краденого превысит 2500 рублей, уже возбуждается уголовное дело. Серьезной ответственности также не избежать тем, кто ранее уже привлекался за мелкие хищения. Кроме денежного штрафа, закон предусматривает наказание вплоть до реального лишения свободы.